Добрый день. День, день, день. У нас сегодня все необычно. У нас сегодня все необычно. Сегодня совершенно не воскресенье, как ни странно. Более того, мы сегодня, точнее не сегодня, а на этой неделе, в это воскресенье должна была выходить совершенно другая тема. Более того, так как даже доктор Хефец вообще через несколько часов уже не будет в Москве. Он уезжает довольно-таки далеко от Москвы в свою любимую командировку. Может меня и вообще уже не будет? Будет. Куда ты денешься? Поэтому, соответственно, мы подготовили другую тему, она должна была идти у нас в эти выходные. Посерьезнее, хорошо. Я попробую. Ну, так получилось, что вот тема, которая со вчерашнего дня обсуждает во всем интернете, и не только в интернете, сподвигла нас на то, чтобы записать вот это внеочередное, собраться не воскресенье, записать его заранее, чтобы отпустить доктора Хефеца, который хотел сказать все, что он думает по этому поводу. Да. И, собственно говоря, вот так же приглашена сюда господина Орлова А.К. Пейдждауна, который тоже тут присутствует. А.К. Пейдждаун? Да, да, да. То есть у нас, как обычно, уже для последней для нас записи присутствует доктор Хефец, А.К. Борисберг, господин Орлов, А.К. Пейдждаун. Ты мог бы частицу Даун не выделять? Ничего, пускай будет. Хорошо. Вот. И я А.К. Бархатов. Ру. Вот. Бархатов. Дот. Ру. А.К. Ру. Бархатов. Да. А, собственно говоря, что такое? Что такое? Что такая за тема? Почему мы вдруг отодвинули другую, причем нашу докторскую? Мы же как? Мы же записав в прошлый раз по хохме и по грустив по поводу 90-х, решили вернуться к нашим докторским, психологическим, психическим и прочим делам. Вот. Но вот нас вернули обратно. В реальность жизни докторскую опять заставили отложить. Так что извините тех, кто ждет от нас психических, психологических, докторских, семейных и прочих тем. Обвинение отложить нельзя. Она будет буквально чуть-чуть попозже. Мы ее отложим, но не уберем. А почему ты говоришь, что это не докторская тема сегодня? Сколько я понимаю, она вполне докторская. Давай ее озвучим. Что это за тема? Давай. У нас на просторах интернет недавно появился некий ролик, в котором собраны лидеры, некоторых оппозиционных движений, некоторые журналисты и, в принципе, некоторые люди, занимающиеся сексом. Причем, как ни странно, большинство из них с одной и той же самой девушкой по имени Катя. Ну, потому что остальные отказываются заниматься сексом с оппозиционером. Наверное. Только одна девушка в этой стране решила преодолеть отвращение. Какая умница. Да. Умница, красавица. Умница, героиня. Без сомнений. Коя Зазмодемьянская. Да. И вот таким образом появился этот ролик, который очень активно. Я посмотрел на самом первом его ресурсе. Его, кстати, убрали абсолютно отовсюду, где сделали эхо этого ролика. Его убрали с YouTube, его убрали с Яндекса, его убрали с Routube, естественно, убрали. Почти отовсюду сразу. А кто убрал-то? Ну, я думаю, во-первых, убрали модератора самих этих сообществ. Во-первых, потому что он содержит вещи несовместимые с... Жизнью. Нет, ну, с жизнью, само собой, с политикой данных видеохостников. Там везде повсюду показываются письки Шандеровича, письки всяких других людей. А это точно Шандерович? Это не актер? Ну, это, не знаю, судя по тому, что он вчера, по-моему, если мне изменять память, или сегодня... А, он писал в эхе «Я поимел девушку Катю». Он не написал, он был с особым мнением. Если ты считаешь произнесение в эфир написать, то это да. Я, скорее скажу, сказал. Ну, да, сказал. У него, собственно говоря, третьего особого мнения было посвящено этому. Причем, я считаю, он очень хорошо сказал. Кому интересно, пускай, на сайт «Эхо» там есть аудио и видеозапись. И, собственно, синаграмма, расшифровка этой передачи, вчерашняя, 22-го. То есть, тот, кому интересно, пускай сходит и почитает, и посмотрит. Вот. И я, скорее говоря, говорю о том, что... И убрали их, скорее всего, даже не из-за того, что это какой-то такой определенный, может, политический контекст, что надо убрать. Кому надо уж переуверить. А убрали именно по правилам хостинга, потому что там повсюду есть писька. И более того, там занимаются буквально крупноплановым сексом, что запрещено на всех этих хостингах. То есть, убрали отовсюду. С ртуба-то убрали и с ютуба, понятно, что моментально, с яндекса чуть позже. Ну, отовсюду. Короче, я специально посмотрел, убрали отовсюду, кроме одного странного ресурса, который называется канал 911.com. Там на этом канале ничего, кроме трех роликов этих, не висит. Это один ролик, вот этот самый знаменитый, который посмотрели почти 70 тысяч человек на сегодняшний день, просмотров, точнее всего. Достаточно, да. Да, скачано тоже какое-то страшное количество раз. Он страшно перегружен, поэтому посмотреть его даже довольно-таки сложно, но его продолжают активно смотреть. И плюс еще парочка роликов других, чуть-чуть менее злобных, но такие же, больше ничего там нет. И при всем притом называется как-то довольно-таки так интересно, морализаторский. Я сейчас не вспомню название, что-то типа общества, там, борьбы за нравственность и мораль, или что-то такое там. Поэтому, соответственно, единственное место у нас сегодняшний день есть. От отсюда других мест его убрали. Слушай, а там, где не сексом занимаются, дают взятки гаишникам, тоже убрали? Нет, они, нет, убрали вообще все. То есть на сегодняшний день у нас остался только вот этот канал 911. 911.com? Да. Это коммунистический? Может быть. Поведем туда полмира коммунистический. Вот, то есть, соответственно, я хотел бы просто в этой теме даже светить не то, как хорошо или плохо то, что появился Шандорович, там, то, что появился, там, некоторые другие, там, журналисты и политические деятели в виде людей, занимающихся тем или иным видом секса. Вот, а именно реакции общества на все это дело, вот, если ты говоришь, что он докторский, то, может быть, насколько хорошо это или плохо, и насколько должно или не должно вот такое появление, такого ролика отразиться на политической и какой-то социальной, там, может быть, гражданской деятельности данных людей. Вот, и, в принципе, свое мнение. То есть я, наверное, такой затянусь, сейчас спич закончу и, наверное, уже передам слово вот этим двум господам. Доктор? Доктор? Докторский аспект. Я не знаю, с чего начать. Сначала начни. Сначала начни. У нас нет никакой политической жизни. У нас нет никакой гражданской жизни. У нас нет никакой общественной, социальной жизни. У нас нет общества. То есть совсем нет. Поэтому бессмысленно эти вещи делать? Абсолютно. Их бессмысленно все это не будет. Совершенно. Поэтому я не знаю, на кого рассчитывали люди, снявшие эти ролики, разместившие их. Если они рассчитывали их на быдло, на интерес быдла, ну, хорошо, я уверен, что они в своей цели добьются. Но, как известно, быдло не составляет общественно значимую какую-то, вообще, так сказать, прослойку. Быдло или толпа – это показатель отсутствия общества, а не наличия. Что касается людей, у которых в черепной коробке не сложная смесь из газетной мерзости Первого канала во главе с Катей Андреевой и прочей чепухи, а вещество, называемое головным мозгом, которое придает человеку способность к самостоятельному мышлению. На этих людей эти ролики произведут впечатление абсолютно отталкивающее. Причем, я хочу сказать, что отталкивающее-то это впечатление, на мой взгляд, направлено будет, в первую очередь, на тех, кто эти ролики снял и кто их заказал. Потому что нужно быть абсолютно стопроцентным мерзавцем, чтобы бороться с оппозицией такими способами. Меня это не удивляет совершенно, потому что власть нашу, я презираю, она представлена в лучшем случае просто варьем, а в худшем случае она представлена быдловатой шпаной, по слове с нашим премьер-министром, который позволяет себе по фене ботать в прямом эфире, и который на вопрос о лодке Курск сказал, она утонула и усмытнулся. Поэтому что от него ждать от его подручных? Вот таких методов только и ждать. Безусловно, вот такой влагеризм, стремление подглядывать, подсматривать и бороться с оппозицией вот такими методами, выдает в наших властителях существ, говорить о которых, как о людях, я не могу. Ты знаешь, в данном случае, наверное, политический аспект, может, менее интересный. Да вот тут нет никакого политического аспекта. Где тут политика? Меня, в данном случае, меня, не очень интересует как таковое даже мнение, кто заказал, зачем? Меня больше интересует реакция самого общества. Да, Андрей, дождь, дай я это говорить. Меня как раз реакция общества не интересует, потому что его у нас нет. Я не знаю, кого ты называешь общество. Понимаешь? Общество – это социальная структура, в которой можно выделить четко сформированные социальные слои, движимые определенным трейдом – ментальным, финансовым, экономическим, нравственным. У нас нет ничего этого. У нас лакеи-барри на одной перине. У нас, прости, в каждом подъезде отдельно взятого дома живут рядом на одной площадке артист Большого театра и полное быдловатое мразное опьянье. Это плохо. Это невозможно. Причем это не метафора. Я тебе просто рассказываю о подъезде моего дома. У нас живет на одной площадке бывшая звезда оперной сцены, нашей, и точно рядом, дверь в дверь, живет тараканье быдло. Ну вот. Это не общество. Это отдельная тема, которую мы тоже хотели записать по полразделению на Карли. Я почему об этом говорю? Я говорю, у нас общества нет, мы не структурированы, мы деструктурированы, мы аморфны. Поэтому общественная реакция меня не интересует. Продолжение следует...